У нас в гостях сегодня заместитель главного врача городского отдела Роспотребнадзора Елена Верник. Добрый вечер, Елена Валерьевна. Елена Валерьевна, вот жители пожаловались на коммерсантов в районную администрацию. Чиновники сообщили, что проверкой будут заниматься сотрудники вашего ведомства. Вот что может выявить эта проверка? Ну, дело в том, что для начала есть санитарные правила по санитарно-защитным зонам. Значит, хлебопекарни вообще, в принципе, до 2,5, по-моему, там, тонн в сутки относятся к 5-му классу опасности, 50 метров санитарно-защитная зона. В 50 метрах жилья вообще не должно быть. То есть, в принципе, пекарни там не место. Внутри жилого дома прямо, да? Внутри жилого дома, да. То есть, ей там не место. Конечно, этим ведомство наше занимается. То есть, можно написать жалобу в Роспотребнадзор. Мы выйдем, проверим, назначим административное расследование, либо согласуем с прокуратурой, выйдем на объект, определимся с замечаниями и примем соответствующие меры. То есть, это вот таким образом можно поступить. Ну, а вообще, в принципе, конечно, есть товарищи-собственники жилья, управляющие компании. В принципе, они созданы для того, чтобы встать на сторону жильца и попытаться самим сначала разбираться с этим предприятием. И можно даже и в суд подать управляющей компании на это предприятие. Понятно. Григорий Яковлевич, Ваше мнение по этому поводу? Ну, здесь мне хотелось бы сначала сделать такое общее вступление, что свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого. И как можно было построить пекарню в многоквартирном доме, если это вообще не допускается законодательством Российской Федерации, поскольку речь идет о... Это мини-пекарня, там просто печь. Речь идет о промышленности. То есть любой промысел в многоквартирном доме недопустим. Вообще никакой промысел. Значит, допускается перевод жилых помещений в нежилые на первом этаже, на втором этаже, если на первом нежилое, на третьем, если второй и первый нежилой, и так далее. То есть можно поднимать нежилые помещения, чтобы снизу не оказалось жилого помещения. При этом общественные организации какие-то, где будет доступ людей, обязательно с отдельным входом. То есть условия для перевода жилого в нежилое, для вот таких вот целей, как парикмахерская, там, я знаю, магазинчик какой-то, аптека, да, обязательно должен быть отдельный вход. Но промышленность вообще запрещена. Больше хлеба, меньше хлеба, никакой промышленности. И я очень рад, что здесь присутствует очень уважаемая мной организация Роспотребнадзор, с которой я много-много лет знаком и сотрудничал, даже когда-то очень плотно. И что нужно делать людям? Бежать к ним, бежать в жилищную инспекцию. Ни в какое-ни в товарищество собственников жилья. Они никогда сами не справятся. Управляющая компания сама не справится. А вот эти государственные организации в нашем интересе знают, как обращаться в суд, если их предписания не достигают полезной цели. Это они должны идти в суд. Не нам рассказывать, как идти в суд, а защищать наши интересы в суде. Прокурор может то же самое в силу статьи 26 закона о прокуратуре. Вот я перечислил те государственные органы, которым нам необходимо и достаточно только обратиться с заявлением и тихенько ждать, когда будет наведен государственный правовой порядок. Что это такое? Почему люди сами должны бегать по судам? Сколько мы платим налоги на содержание всех этих государственных органов? Почему они нам не обеспечивают надлежащий порядок? Вот такое у меня мнение. Но с другой стороны, я тоже хочу сказать, что в администрации города Екатеринбурга есть комиссия по переводу из жилища. Поэтому в нее обратиться тоже можно. Конечно. То есть можно не сразу в Роспотребнадзор бежать. Правильно. Значит, в силу статьи 12-13 жилищного кодекса, и государственные органы, и органы местного самоуправления, совершенно правильно замечено, отвечают за сохранение жилищного фонда, за правильное содержание и недопущение использования жилищного фонда с нарушением правил установленных законодательств.